Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Фильмы просмотрены, награды розданы. В столице Чуваши завершился 10-й юбилейный кинопестиваль. А Катую в режиме нон-стоп. Делегация Чувашского национального конгресса проводит совместные праздники в регионах, где живут наши земляки. Целый год без лифта и всю жизнь без тротуара. С проблемами, которые чиновники не смогли решить на уровне местного самоуправления, жители республики обратились к главе Чуваши Михаилу Игнатьеву. Ольга Пырочкина подробнее. Улица Энтузиастов, 10, корпус 11. Жильцы этого дома поднимаются и спускаются пешком. Лифт не работает. 6 июня нам выключили 2016 года. Сейчас будет год уже, через неделю. Татьяна живет с двумя маленькими детьми на девятом этаже. Инстанции, куда она обращалась, обещали все уладить. Однако женщина и ее соседи по-прежнему ходят пешком. Так и дошли до главы региона. Мы встретили ее в приемной. Мамам молодым с детьми очень тяжело с колясками спускаться, подниматься обратно. Очень тяжело. Коляске и ребенок оставлять коляску внизу тоже невозможно. Когда в магазин идешь с продуктами, ребенок, если грудной, его на руках надо держать. Тяжеловато. Мы попробуем в этом квартале все это сделать, завершить, чтобы лифт в этом году без зимы заработал у нас. Чтобы мы больше не мучились. Летний период, то я мы сейчас кто в деревне, кто это. Как раз период ремонта начинается. И замена лифтового хозяйства, поручения соответствующего рам, городским вовсям, будем отслеживать, контролировать. Светлана пришла на прием с проблемой, которая уже не год и не два. Около начальной школы номер один для детей с ограниченными возможностями здоровья, нет тротуара и подъездных путей. Территория самой школы с момента постройки вообще отсутствует практически асфальт, там земля и подъездные пути. Я понимаю, во многих местах дороги сейчас требуют, но здесь все-таки контингент деток немножко другой. Поэтому, наверное, отношение соответственно тоже другое. А самое, конечно, насочное, все бы, наверное, терпели. Отсутствие пешеходной дороги. Дети ходят по проезжей части. В программе капитального ремонта этот участок дороги он ключом под один миллион рублей стоимость. К первому сентября должны быть работы все выполнены. Другие обращения были на тему плохого состояния дорог в сельской местности, газификация. Личный контроль главы дает надежду, что проблемы будут изучены, а некоторые даже решены до конца этого года. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин, Игорь Зверев, Республика. Чувашия должна сохранить статус региона, где выращивают самый качественный картофель. Об этом и многом другом говорили сегодня на еженедельном совещании в главу Чувашии. Сев яровых, зерновых и зернобобовых культур подходит к концу. План выполнен на 97%. Немного подвела погода. Следует отметить значительное увеличение площади сева зернобобовых культур на 4,2 тысяч гектаров больше уровня прошлого года. В 10 муниципальных образованиях сегодня выполнены плановые показатели сева. Однако в этом году в республике ожидается снижение посевных площадей картофеля. А это недопустимо, отметил глава Чувашия Михаил Игнатьев. Наши сейчас уходят с рынка, сельхозтоваропроизводители, обращая на это внимание. Погода погоды, но купальный сезон никто не отменял и лето обязательно вернется. В текущем году планируется открытие 14 пляжей и 14 специально оборудованных мест купания и отдыха жителей республики. Лидирует в этом направлении столичная администрация, уже подготовившая 7 пляжей. В Маргаушском районе планируется открыть 5 мест для купания и отдыха. Специалисты еще раз напоминают, по статистике более 80% несчастных случаев на воде происходит вне мест, специально оборудованных для отдыха населения. 30 мая в Марпасадском районе пройдет расширенное выездное заседание коллегии ГКЧС и главного управления МЧС Почувашия, а также правление Совета муниципальных образований. Несмотря на пока холодную погоду, органы местного самоуправления должны отчитаться о готовности к купальному сезону. В Чувашии полным ходом идет подготовка ко Дню Республики. На участие в 24-й межрегиональной выставке региона «Сотрудничество без границ» уже подано около 100 заявок. Традиционно к ним приедут лучшие творческие коллективы из разных уголков страны. Чтобы поучаствовать во Всероссийском фестивале народного творчества «Родники России». Не только в столице, но и на второй праздничной площадке в Порецком все должно быть организовано на высоком уровне, подчеркнул глава Чувашия. Родион Архипов, Олег Яхимов, Республика. Сегодня школьники сдавали первые единые государственные экзамены – географию и информатику. Эти предметы дали старт череде ЕГЭ. ЕГЭ по информатике написали более 600 выпускников из Чувашии. Экзаменационная работа состояла из двух частей и 27 заданий. На их выполнение у ребят было почти 4 часа. Желающих сдать ЕГЭ по географии в Чувашии оказалось вдвое меньше. Ход экзаменов контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособорнадзора. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Свои результаты выпускники узнают не позднее 14 июня. Уже в новом статусе абитуриентов Чувашского государственного педагогического университета будет встречать Владимир Иванов. На конференции научно-педагогических работников ВОЗа большинством голосов его утвердили на должность ректора. Владимир Иванов исполнял обязанность ректора ЧГПУ с 21 мая 2016 года. До этого он в течение пяти лет руководил Республиканским министерством образования и молодежной политики. Стать лучшим в России в своей профессии. Сегодня в Чебоксарах открылась Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по специальности техника и технологии строительства. 53 участника приехали в столицу Чувашию, чтобы проверить свои знания. То, что строительством и проектированием зданий занимаются исключительно мужчины – миф. Среди участников Всероссийской олимпиады почти половина девушки. Анна Симакова, победительница регионального этапа олимпиады, рассказывает, что готовилась больше месяца. Но дома и стены помогают. Мне хотелось бы показать себя как профессионала. И в последующем мне бы помогло это с трудоустройством. Каждый показывает то, насколько он готов показать себя как профессионал, как специалист. А строительство – это та область, которая не терпит халтуры, так скажем. И здесь, как нигде, можно заявить, что я – это я. Ребята из других городов приехали в Чебоксары накануне. У них было время и познакомиться с друг с другом, и погулять по городу. Но все же главное – это олимпиада. После прогулки мы с девочками уже втроем сидели, штрудировали все. Друг у друга сейчас даже в автобусе кто мог. Проверяем все, перечитываем. Страшно, конечно, но пытаемся не волноваться, чтобы сделать максимально правильно все. Сегодня у участников олимпиады в основном теоретические задания – пройти тестирование, перевести профессиональный текст. Завтра ребята проведут геодезическую съемку, нарисуют проект и рассчитают объем работ. Олимпиада проводится, чтобы в нашей стране выявить одаренных детей, чтобы их поощрить, чтобы найти, кто же является выдающим. При этом у нас участвуют и работодатели, которые могут его взять на работу. Олимпиада не только шанс проверить свои знания, но и возможность понять востребованность своей профессии. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Расим Мухаммедов, Республика. 1 июня во Всемирный день защиты детей в столице Чувашии пройдет более 50 развлекательных программ. Для ребят откроют двери парки культуры и отдыха, пришкольные лагеря и дворцы культуры. Будут работать открытые площадки. Об этом говорили сегодня на планерке в администрации Чебоксар. Все муниципальные аттракционы в этот день будут катать ребятишек с 50% скидкой. В детском парке имени Николаева маленьких ребятишек ждут артисты русского драматического театра с постановкой «Одни в городе». Во второй половине дня фестиваль красок. Ну и, конечно, приятный сюрприз – бесплатное посещение зоу «Уголка Ковчег». Самая активная молодежь соберется на региональный форум «Мол-город». Он пройдет с 6 по 10 июня на территории базоводыха «Буревестник». На сегодняшний день заявки на участие в форуме подало уже более 550 человек. Лучших представителей молодежи ожидает насыщенная образовательная программа по четырем основным площадкам. Ты – предприниматель, открытый город, волонтерство, технология и масс-медиа. Страшный пожар унес жизни четырех человек в ночь на субботу в одном из частных домов Чебоксара. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Следователи проверяют различные версии произошедшего. Очевидцы сообщили о возгорании 27 мая в четвертом часу утра. Двухквартирный одноэтажный бревенчатый дом по первой улице Чапаева выгорел полностью. Тела 37-летней женщины и трех ее несовершеннолетних дочерей 16,6,4 лет были обнаружены после тушения пожара. В другой части дома проживал мужчина, который ночью проснулся от треска и выбежал на улицу. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Следователи проверяют различные версии произошедшего. По результатам первоначальных следственных действий, проведенных совместно со специалистами испытательной пожарной лаборатории, следствие в качестве основной рассматривает версию возникновения пожара в результате неисправности электропроводки. Очаг возгорания при этом находился в синях жилого дома. Семья погибших была благополучной. Их близким оказывается психологическая помощь. В настоящее время на месте пожара работает следственная оперативная группа. Возбуждено уголовное дело. Серьезная авария произошла в ночь на субботу в Чебоксарах на пересечении Московского проспекта с улицей Константина Иванова. По предварительным данным, Ауди столкнулась с Пежо, который поворачивал налево или разворачивался. От удара Пежо развалился на части, его остатки разлетелись по проезжей части, сообщает портал за рулем. По данным очевидцев, пассажир Пежо от полученных травм скончался на месте. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Еще в 2014 году он лишался прав на 20 месяцев. Лишенным права управления оказался и водитель Ауди. После ДТП мужчина сбежал, но вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД. Большая делегация Чувашского национального конгресса продолжает свою поездку по местам, где проживают наши земляки. Всего предстоит преодолеть более 4000 километров. Народный праздник Акатуй благодаря организаторам пройдет в Башкортостане, Тюмени, Иркутске, Красноярске и в других городах. В рамках большого турне проходит и презентация национальной телерадиокомпании. Напомню, что с марта этого года жители этих регионов смотрят программы национального телевидения в «Спутнике». Где уже удалось побывать представителям Чувашского национального конгресса и национальной телерадиокомпании, смотрите в нашем репортаже. Позади Башкатарстан, деревня Слагбаш, родина поэта Константина Иванова. Там прошли литературные чтения в честь его дня рождения. А вчера наших коллег с хлебом и солью поприветствовали в Тюмени. Возле Дома дружбы народов в красочных костюмах с песнями и танцами жители города встретили долгожданный праздник Акатуй. Праздник Акатуй объединяет Чуваши со всей России. Только в Тюмени их проживает около 30 тысяч. Галина Никифорова родилась в Чувашии, но уже давно живет в Тюменской области. Ей удалось не только сохранить любовь к своей малой родине, но и создать Чувашское подворье в селе Медведево. Детьми я занимаюсь, встречаю их с караваем, желаю летнего прекрасного отдыха. Ну и потом у нас конкурсы, игры, чаепития, мастер-классы показываю по вышиванию, по вязанию. Именно Чувашская культура? Все Чувашская, так как я сама Чувашка, и поэтому это у меня и называется Чувашское подворье. 31 мая праздник Акатуй вместе с нашими коллегами придет и в Красноярск, а затем доберется и до Иркутской области. Следите за новостями на нашем канале и на национальном радио Чуваши. Статуэтки Ане нашли своих героев. В минувшие выходные в Чебоксарах подвели итоги международного кинофестиваля. На этот раз члены жюри отметили немало картин, снятых региональными режиссерами, которым удалось отразить жизнь малых народов. В итоге награду достоилось больше половины конкурсных картин. О лучших сюжет моего коллеги Дмитрия Ковалева. Якутское кино – особенный феномен, и это вновь подтвердил международный фестиваль в Чебоксарах. Сразу три картины из дальневосточного региона сражались за победу в конкурсе национального кинематографа. Одна из них завоевала приз за лучшую режиссуру. В Якутию отправился и приз зрительских симпатий. Большинство голосов чебоксарцы отдали картине «Костер на ветру». В основе сюжета – печальная история старика, потерявшего своего сына. Эту кинодраму снимали на чистом энтузиазме, и режиссером выступил директор обычной школы. Приехать за награды в Чебоксары он не смог. Проводил последний звонок для учеников. Статуэтку призеру пообещал передать член жюри, тоже уроженец Якутии. Дима тоже давно мечтал снимать кино, делал ролики, снимал любезные фильмы. А потом вот решил снять стоящий фильм и уже отметился очень во многих фестивалях. За очень короткое время объездил почти весь мир. Директор Якутской школы получил приз за лучшую режиссуру. Двойной успех и у картины «Иван». Члены жюри присудили ее актерам награды за лучшую женскую и мужскую роли. Статуэткой они отметили и актерскую работу Оскара Нагаева. Фильм «Изуфы с любовью» стал его дебютом. Большое спасибо хочу сказать членам жюри. И большое спасибо моему режиссеру Айнеру Аскарову. Чебоксарский кинофестиваль продолжает бить рекорды. В этом году в конкурсных программах было представлено 27 картин. Расширяется и география. За призовые места боролись картины Санкт-Петербурга, Москвы, Киргизии, Якутии и Чувашия. Картину чувашского режиссера «Принять удар» отметили специальным призом. Члены жюри говорят, что нынешний фестиваль показал – национальное кино развивается, но ему необходима поддержка. Подобные кинофестивали подогревают интерес к картинам, отмечает известный продюсер Марк Рудинштейн. Кино не то, что нужно, но необходимо. В этот момент собирается вся культура, республики. Все, что есть лучшее в искусстве, собирается на кинофестивале. Вот почему нужно проводить кинофестиваль. На закрытии кинофестиваля звезды охотно отвечали на вопросы журналистов, раздавали автографы. Известный композитор Юрий Патиенко даже сыграл на пианино музыку из фильма «Анна Каренина». Не менее масштабно организаторы намерены провести следующий фестиваль. Перешагнув десятилетний рубеж кинофоруму удалось приобрести немало поклонников. Большинство конкурсных показов проходили с аншлагом не только в столице республики, но и в районах. В прошлом году мы ввели шесть новых кинозалов и в городских округах, и в сельской местности. В этом году средства выделили в бюджете еще семь современных кинозалов. Интрига сохранялась до последнего. В итоге гран-при юбилейного фестиваля завоевала картина «Завещание отца». В этой киноленте создатели пытались отразить проблемы миграции малых народов. Люди уезжают из страны, да это даже не нашей страны только касается, а почти всего мира, где идет проблема миграции, где очень сковано. Самое главное то, что люди должны возвращаться на свои родные земли. Вообще, говорят, мэтры кино у регионального кинематографа большие перспективы. Оригинальные идеи есть, но чтобы создать качественный продукт, нужны деньги и команда единомышленников. Организаторы Чебоксарского фестиваля надеются, что в следующем году на их суд поступят именно такие работы. Надо вообще кино найти какую-то золотую середину, взять то, что было в прошлом, истории, легенды. Найти возможность финансовую, технически взять ту технику, которая могла бы поднять уровень, на большой уровень и выйти на Берлинский фестиваль, на Америку, на Оскар. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика. В воскресенье чебоксарцы смогли не только принять участие в благотворительном забеге, но и стать помощниками в сборе средств для строительства первой в Республике инклюзивной детской площадки. Эта площадка по замыслу организаторов должна объединить детей вне зависимости от их физических возможностей. Зеленый марафон прошел одновременно в 54 городах страны. Километры добрых дел – это лозунг благотворительной акции – пробежали более 400 человек. В числе участников был и председатель кабинета министров Иван Моторин. Более трех тысяч человек – взрослые дети – устроили себе праздник и стали участниками благотворительной акции. Забег на три километра – квест по ориентированию на местности, игры, желание поучаствовать во всем этом – для жителей столицы оказалось сильнее холодной погоды. Между тем, сегодня в столице Чувашии принимали пляжи. До лета осталось лишь пара дней. Тем не менее, назвать погоду теплый язык не поворачивается. На улице холодно, дождливо, а температура воды в Волге – лишь 9 градусов. Несмотря на это, 1 июня – официальное открытие пляжного сезона. А это значит, все пляжи должны быть готовы к купанию. Вне зависимости от того, хотят окунаться жители столицы Чувашии или нет. Все работы, подготовительные работы по пуску пляжей в эксплуатацию в летний период 2017 года завершены. Что нового в этом году? Вы сами видите, что очень большой объем работы выполнен на центральном пляже. Центральный пляж перебразился кардинально. Очень большой объем работы выполнен по созданию комфортных условий отдыха для горожан и гостей столицы. Новые детские волейбольные площадки, зона отдыха, душевые кабины и кабины для переодевания. Питьевые фонтанчики, модульные туалеты со специальной кабиной для инвалидов. Так сейчас выглядит центральный пляж. Еще три столичных пляжа – Афанасьевский, Новосельский и Левобережный – в скором будущем будут выглядеть так же. Мы своевременно провели набор спасателей. Среди 24 спасателей есть профессиональные спасатели. Больше половины спасателей не первый год работают на пляжах города Чебоксар. На каждом пляже в смене предусмотрено не менее трех спасателей. В жаркие дни, когда народу много, мы увеличиваем количество спасателей. Теперь ни мусор, ни булыжники не помешают любителям плавать. Дно тщательно обследовали спасатели. Кстати, в этом году пляж оборудован шестью камерами. Их сигнал увидят не только спасатели. Вся информация транслируется на центральный пульт единой диспетчерской службы города. Тем не менее, не стоит забывать, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому важно каждому отдыхающему соблюдать правила поведения на воде. Вполне возможно, лето все же придет, и у нас будет возможность искупаться. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. А пока наша съемочная группа возвращалась из городского пляжа, в Чебоксарах пошел снег. И, похоже, в этом году рекорд на самый поздний снегопад побит. Через Республику проходят атмосферные фронты скандинавского циклона, сообщает портал погода21.ru. Они принесут дожди. В ночь с понедельника на вторник столбик термометра может опуститься до 1 градуса. Ненадолго потеплеет в середине недели. В четверг термометр покажет 18-20 градусов. Однако в выходные температура опять понесится до 10-15 градусов. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. А впереди вас еще ждет полезная информация. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Болит зуб? Кровоточист десна? Вам нужен стоматолог, и вы не знаете, куда обратиться? С легкостью подскажем. Запоминайте адрес. Улица Водопроводная, дом 22. Здесь распахнула своя дверь одна из самых современных стоматологических клиник. Дантомет. Третья в Чебоксарах. Два. Один. Ура! Знаменательное событие не только для города Чебоксары, но и для нашей всей республики. Поскольку клинику Юрий Александрович знает все, далеко за пределами нашей республики. Молодому поколению надо брать пример Юрию Александровичу, с его командой, с его докторов. Здравоохранение Чувашской республики динамично развивается. И эти показатели работы команды медицинских работников Чувашской республики, куда входят и работающие государственные, и частные структуры. Я вам всем коллективу хочу пожелать, чтобы вы были профессионалами. От этого выиграют только наши пациенты. Дантомет. Стоматология почти с 15-летней историей. Современные технологии, квалифицированные специалисты и индивидуальный подход в каждой клинике. Терапия, хирургия, ортодонтия, протезирование, имплантация. В филиале на водопроводной можно получить любую услугу. Это комплексная стоматологическая помощь на экспертном уровне. Это та помощь, о которой мы мечтали. Это те новинки российские, европейские, которые мы изучали, которые мы освоили. Мы внедряем в стенах нашей клиники. И мы будем предоставлять для наших пациентов те условия, чтобы они в кратчайшие сроки безболезненно и максимально качественно полечить свои зубки. Собственная зуботехническая лаборатория – уникальный 3D-томограф. Похвастаться таким оборудованием может не каждая чебоксарская клиника. Дантомет – это он качество стоматологии. Приходите и убедитесь в этом сами. Редактор субтитров А.Семкин